Девушки отдыхают В атаку бежим молча! Есть! Бежать молча! Чтоб никаких за Родину никаких уже я не слышал! Все в нем там есть! Новичков много, все одно со страху закричат! Не орать не могу, все молча! Это еще почему? Это ты родному скажи спасибо, что людей бережет! Чем позже немцы нас обнаружат, тем больше шансов до их окопов добежать! Чем? Ванька, ты еще двормозь! Елисеев! Лен, ты что здесь сидишь? У меня звездочка оторвалась! Звездочка, смотри, чтоб ушла не оторвалась! Приготовиться быстро! Молча, ребятки! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Вроде отошел немец, товарищ политрук Курим, братцы! Я же по-честному, мужики То деревню дуриком взяли Как это? Дуриком Вот так Живым мясом протолкнулись А боевой дух? А наступательный порыв? На наступательном порыве Товарищ политрук далеко не уедем Я же около каждой гринити Столько класть будем Не дотопаем ты, Берлина Я приказываю Мачикин замолчать Без вас тошно Замолчить это мы можем Слышь, философ Ты кем до войны-то был, а? С щитоводом колхозным Наш колхоз Село большое, посредине озера В нем зимой щитоводу яйца отморозило Чего? Ну-ка дай-ка Не завидую я Твоему председателю Мачихин Вот чё Товарищ политрук Может пошарить по избам, а? Возь найдется чего Кухню-то раньше ночи все равно не привезут Ну не знаю Ротному доложитесь, Карцев, что вы здесь Если разрешит, валяйте Ага Это я мигал? Философ Я что, виноват, что все пушки разбиты? Сам вижу, что разбиты Значит будем из двух разбитых Одну рабочую собирать По потерям и боеприпасам Доложат минут через десять А вот что точно Лейтенант Комарин и старший сержант Павленко убиты Ну что, недооценили нас, фрицы Недооценили Деревню-то мы взяли Но радоваться рано Вот, смотрите Вот Усова Вот Панова И там, и там немцы А вот тут аккурат посередке Наша Овсяникова Мы теперь для них, как гнилой зуб, торчать будем Если в наше ближайшее время не возьмут Усова или Панова Туго нам придется браться Туго Немцы сейчас обозленные Постараются нас обратно выбить Сысоев Замените Комарина Есть Лавров Будете вместо младшего лейтенанта Павленко За место себя назначаем бойцов посмышленнее Оганесян Спирали Бруна нужно перетащить на край деревни А то у нас там ни заграждений, ни окопов, ничего Лавров Раненых в избу, в любую, там, где почище Сысоев Организовать круговые посты С разрушенной церковью Повнимательнее Давайте, за дело, мужики Вы посмотрите, как все сделано, товарищ старший лейтенант Все толково Умеют же, гады Да, Карцев Я боюсь, нам эта деревня полуроты стоила Да Значит, прав был Матихин На дурика мы Овсяникова взяли Комарина убило Его заменит сержант Сысоев А вас Назначаю командиром отделения Ваш взвод Это не по мне, товарищ старший лейтенант Разрешите отказаться Мне бы к вам связны, тут бы, да, я управился А почему в командира не хотите? Так я по жизни не пахан Ну, то есть, не начальник Костя, вы эти свои блатные замашки бросьте Вы же не уголовник Да, какое там? Конечно нет Рабочий класс Я на столичном калибре работаю А то, что малость приблотненных Так это с Мариной рощей Слыхали в Москве? Да Там, если не блатной, так приблотненный Хорошо, будете моим связным Есть Ну, что с тобой, боец? Ружин, ты что орешь, так как у пенны? Ранили, что ли? Я... Я сходу в пужину хотел Он руки поднял А потом подгаснулся Вот там Я не хотел Я не хотел Ух, ёптать Ловко ты его Он барикмахер из Брянска На формировании такой веселый был Карцев, он не в себе У вас спирт есть? Спирт есть? А, так и я о том же, командир Ни глотка, ни сухаря Разрешите по избам мотануться Ну, там табаку Али Консервы какого-нибудь пошукают Кавчик-то раньше ночи ведь не привезут Хорошо, валяйте Журкина кому-нибудь поручите А, есть А, меня найдите потом И связной с церковью разрушены Повнимательнее Что-то сделано, товарищ старший лейтенант Все, подожди ты Барков! Папаша! Иди сюда! Тут Журкину плохо Помочь надо А сам что? Без рук, без ног? Ну, меня родный с поручением послал Я у него теперь в связны О, ты погляди Попросили Журкина фрица подстричь Так он его еще взял и побрил Мать-честная У тебя, если Спирт есть? Дай ему, полегчай Да идея уже балабол Помню В Германскую Это дело, то есть Первый бой Обставляли куды сурьезьми Белишко чистое Надевали Поп Молебин служил Письма родным писали А ночь Сунулись На дурачка Без разведки А ведь у фрицев здесь Целый батальон мог быть Он его на всех положили В раз Прости мою душу Чтобы я их знаю Документы собрали? Документы собрали? Нет, только тишки красноармейцы Подашь потом в рот Да ладно Давай, давай, мужики Опа Разрешить доложить Рядовой Ван Басов Осмотр офицерской избы закончил Найдено Шесть консервов Три пачки галетов Шпик Один кусок большой Шнапс Зеграничный Одна бутылка Так что Опоздал ты, Костяка Опоздал? Несмотря кто Когда опоздал, Ванятка Пожрать-то я всегда успею А вот ты К составлению списка И к награждению Точно уже не успеешь Чего? Оттого Ротный у немецкого блиндажа Шесть человек К медалям представил А нас с Журкиным Как особо отличившихся В бою К орденам Так что кто и опоздал, Ванятка Так это ты Ага Ты гляди, Костик Ежели сбрехал Я тебе шапку На одном месте Понял? Ага Еще Слушай Не учиться смеяться Да пошел ты Не видать тебе сегодня Ни шнапса Ни табака Ай-яй-яй-яй-яй О, Ванятка Не твой денек сегодня Не иди Я не помню 숨ы Пошли Жив, мальчиша! Жив! Ты что увидал-то, а? Да так, мне сержант Сысоев приказал убитых немцев убрать. А я боюсь. Боишься? Да. Шнапс, хлебни, согреешься. Давай, давай. Ну, давай. Филеты-то сколько? Семнадцать. Чего? Семнадцать. Ну, я себе год прибавил. Нахрена? Так у нас весь класс почти так сделал, чтобы на фронт попасть. Ну, и я тоже. Все боялись, что война через год закончится, и не успеем. Ну, понятно. Ладно. Давай помогу тебе, что ли? Ага. Пионер. Пионер. Ну? Чего встал-то? Бери давай. Подожди. Давай. А ты ничего. Молодец. Первый бой вроде и не дрейфил. Видел я, как ты в цепи бежал и не отставал. Да, дрейфил я, дрейфил я. Еще как. Только поэтому не отставал, что друг. А еще боялся, что в немца живого выстрелить не смогу. Так за весь бой ни разу не выстрелил. А то, что он в тебя врежет, ты не боялся? А? Давай. Я об этом как-то не подумал. Не подумал. Я все спросить тебя хотел. Ты сам-то откуда будешь? Из Москвы. Первая Мещанская. Ах ты ж мать моя родная. Ах ты ж земля мой. Вот дела. А я все думаю, что мне твоя физия знакома. А я с третьей Мещанская. Карцев, Костик. Виктор, Сомов. Значит, Уран, Форум и Перекоп. Наши общие киношки, земля. Ты куда чаще-то ходил, а? В Форум, наверное. А-а-а. А летом в садике я там в жан сыграл. Танцы. Крутится, вертится, жар голубой. Крутится, вертится над головой. Пивка выпьешь. И в кино. Говорят, что же было-то, а? Да вы охренели. Сысович. А я ж снапсу раздобыл. Сомов, тебе мой приказ был не ясен. Давайте, мужики, по глотку за то, что наркомздрав победил сегодня наркомзем. Отставить! Карцев, я не понял, а ты чего здесь распоряжаешься? Где достал? Басов трофеем угодил. Так что хлебните, я не жадный. Отставить! Нечего людей разогать всякой немецкой гадостью. Чего встали-то? Приступить к оборудованию огневой точки. Что не ясно? Есть. Ты чего, сержант? Неужели не хочешь после всей этой катаваси нервишки успокоить? Я же видел физию, эта белая была у тебя в наступлении. А это я от злости бледнею. А нервов у меня нет. Понял? Они в бою бойцу не нужны. Фарсиш, сержант. Отставить разговоры! И учти карцев. Теперь я командир взвода. А я у Ротного в связных. И чё? Да пошёл ты. К Ротному. Ну как знаешь, моё дело предложить. Где эта улица? Где эта стол? Гад сучонок. Не тяни, я борьбёшься. Не причитай. Как думаете, Евгений Ильич, этой ночью немцы будут пытаться нас выбить? Ночью? Я думаю, гораздо раньше. Зачем же они тогда нам деревню отдали? Они масштаб наступления оценить не могли. Вот и отошли. Главное, чтобы наши Усова взяли. Вот почему тянут. Непрофессионально воюем. Если уж наступать, надо было сразу на обе деревни. Тогда третья деревня осталась бы у нас почти в тылу. И немцам пришлось бы отступить. А так? Не рано ли паникуете, старший лейтенант? А при чём здесь паника? Я просто пытаюсь здраво и трезво смотреть на вещи. И вот когда у меня дрожат руки от страха, я свой стыд за это на других не перекладываю. Вы правы. Как увидел, что в атаке солдат косить начало, аж замутило. Ну а когда за мной красноармейцу полтурлоща осколком срезало, то вообще в глазах померкло. Уже и бой давно кончился. Они вот всё дрожат. Вот и собираю волю в кулак. Волга, Волга, Яка, как слышно? Пытаетесь показаться лучше других? Волга, Яка, как слышите меня? Зачем? Волга, Волга, Яка, как слышно? Как слышно? Мне же вроде как положено. Ну, разве что положено. Есть. Товарищ старший лейтенант. Да. Помкомбата на связи. Да, на связи, товарищ капитан. Докладываю. Населённый пункт Овсяникова от немцев освобождён полностью. Так точно. Винтовочно. Семенов, иди сюда. Что? Не видите, это какая срамота? Снять это всё. Живую эту немецкую гадость. В лучшем случае. Снимай. Я тебе к Серёву, три полных. Четвёртых на един. Там. Подкойте. Они не стреляли, так что 14,7 у нас вообще почти полная сумка. Ну и гранат штук 20 на взвод точно есть. Только это. Товарищ капитан, потери у меня большие. Пол роты полегло. Да я всё понимаю, старший лейтенант. Мы послали вам на подмогу два пулемётных расчёта. Как только они до вас зайдут, выставьте их на край левого фланга и поддержите нас огнём. Товарищ капитан, да мне б не пулемёты, мне б хотя бы пару сорокопяток. Потому что... Старший лейтенант Пригожин. Кодные. Комбат Ларионов. Слушай меня внимательно, Пригожин. Поддержишь атаку на Усова пулемётным огнём. И при необходимости... ...будешь готов со своими бойцами вступить в бой. Как понял ли я? Товарищ подполковник, у меня пол роты осталось. Я не спрашивал, старший лейтенант, сколько у тебя людей. Я спросил, как ты понял приказ. Приказ понял, товарищ подполковник. Ну, всё, мужики, как наш цирюльник? Пожил? Ну, и вот ещё колотун. Да, нормально. Ну, тогда готовь стол. Угощайтесь. Консерва. Это мне. Фашистка. Две штуки. Опа. Где взял, Костик? Да где взял, там уже нету. Если бы не басов, притащил бы побольше. Ещё галеты? Ещё галеты? Обошёл-то я, Бугай. Ничего. Я его тоже малостью делал. О! Хоть кто-то о нас подумал, а? Ведь почти сутки не жраемся. А ну, слезисты приползли, а? Провода телефона приволокли, а хоть бы кто додумался мешок сухарей прикладить, а? Размечтался. Раньше ночи всё равно не привезут. Это точно. Да жить бы до ночи для. Ну, как товарищи настроение? Я нормально. Какое может быть настроение? Хреновое. Вот выбьют нас фрицы отсюда, да порастреляют на пули. Как драпать начнём? Я вам подрапаю. И думать забудьте, чтобы я этих разговорчиков, Барков, больше не слышал. Ведь сами же убедились, товарищ, можно немцев бить. Пушки где? Почему сорокопяток нет? Будут в сорокопятке, как стемнеет, привезут. Патронов у нас навалом. Подождём до ночи, товарищи. Пулемётчики-то нам к делу. Только бы дошли. Давайте, давайте. Давайте, братцы. Вот суки. С двух сторон поеду. Поднимись. Ага. За мной! Остан. Це за мной! Пошли! Поможем! Пошли! Давай, принимай! Принимай, принимай! Пошли! Ну как, дорожка? Ты пошел! Карцев, живо в стабную избу доложите ротному, что пришли пулеметчики. Это амигом? А какая изба-то? Вторая слева, в крайне раненых собрали. Ага. Сержант, вы как? Нормально. Пойдемте, я вас на левый фланг отведу. У меня бойца одного убило. Да, я видел. Пошли! Журкин! Хватит стоять! Поступаете в пулеметный расчет в подчинение к сержанту... Усякову. Усякову. Давай за мной. Давай, парень, помогай. С нами не соскучишься. Взяли, на левый фланг. Давай, 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 давай! Значит, русы выбрать будут. Почему все так нескладно получается? Деревню взяли, сколько народу осталось. Сколько нос. Подмога нужна, ее нет. Пушки нужны, тоже нет. О чем начальство думает? А сдадим деревню? Ножи виноватыми сделают. Чего тебе, Сумов? Товарищ сержант, вы давно Карцева знаете? Дней десять. Сформирование, а что? Он, конечно, не подарок, но боец знатный. Мне кажется… Нет, я уверен. Он не тот, за кого себя выдает. Что-что? А, печку протопили, молодцы. Товарищ штаж-лейтенант, там это, племетчики прибыли. О, наконец-то. На счет жрачки, трофеи слабые. На бутылочке штабса нашлась. Так что давайте по глотку, а? Наших помянем. Ну что сидим-то, связь? Угощайся. Ну-ка дай. Товарищ штаж-лейтенант. Да. А вы кем до войны были, а? Я Карцев на шахте, главным инженером работал. Ага. Вот как так? Вы начальники без гонора. А Зысоев и дня в командирах не проходил, а уже задирается. Власть почуял. А ну, Карцев, за мной. Проверим, что там на левом фланге творится. Что ж ты раньше-то молчал? Я не был уверен. Но сегодня, когда он сказал, что из Москвы, все сложилось. Вроде на эти хрен в томате. А Пригожин его своим связным сделал, заживись. Значит так, чтобы об этом никому ни слова. Я к Пригожину, понял? Есть. Ну, что тут у вас? Началась атака на Усова. Сержант, я приказываю. Поддержать атаку пулеметным огнем. Огонь! Огонь! Может, издюжит. Но уж больно у Фрицев огня-то много. Да там дело не в огне. Фактор внезапности, вот чего у них нет. Нас-то немцы поутру не ждали. А там уж подготовились, по уму. Оступаешь, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 кого это еще к нам несет да бог его знает кого несет пошел сейчас посмотрим сильно задел дай погляжу кость в рыцаре жить будешь винтуй как баба так это за хлопцы еще по-честному вид радости вы уже не гниваетесь на мэна ох и двоевався на час так дело житейское рано легкое я бы и сам радовался а ты кого к нам ведешь то есть начальника соблега увидел малашо лейтенант рыков как пожирать или сорокопяток подкинуть так жди до ночи а как особиста так что застыли бойцы здравия желаю товарищ младший лейтенант что с собой власюк за чем било товарищ младший лейтенант а не слишком ли удачно в левую руку прям ты не сам ли себя зацепил то так у него же там товарищ младший лейтенант я не к вам обращался на поле мы не собирали товарищ лейтенант так идите и соберите никто туда не пойдет поле простреливается немцами а что вы мне врете там на поле с пол тысячи штук лежит на поле мы не собирали товарищ лейтенант я только что оттуда и не собираюсь это обсуждать назначьте ответственных и прикажите собрать все листовки до единой иначе это плохо закончится и для вас политрук в том числе я не имею права рисковать жизнями бойцов ради этих ничтожных бумажек выполняйте и не заставляйте меня писать рапорта саботажа и подводить вас и ваших бойцов под трибунал послушайте у меня приказ командира батальона моя задача удержать населенный пункт у меня и так большие потери у меня каждый боец на счету ни кем рисковать я не стану тем более тратить время на выполнение бессмысленных распоряжений ах так хорошо с вами потом разберутся соедините меня с комбатом подполковник ларионов будет на месте вместе с ком комбата через час хорошо подождем а пока пойдемте к проверим нет ли у кого из ваших бойцов этих бумажек на руках ось мы уже добрые пьяни стоимо в порученной церкви а поп а поп он мовчики нацы дивится а петро йогой запытывая но и чего ж твий бог со мной ничего не робить волосю хорошую те котлы а краффей слышь давай махнемся на шо на шо на шо ну смотри Вот это машина Ну дай, ну дай поглядеть, ну Если тебя комиссуют по ранению То этот трофей посерьезней будет Твоих часиков, да Давай, давай, давай Я сгоден, давай Давай Лосюк, ты что там делаешь? Вас считаю, товарищ Молошой лейтенант Фамилия? Басов, твой рядовой Иван Басов Листовки есть? На кой они мне? Показывай карманы Я что, не по-русски говорю? Это что? Это книжка, красноармейцы Фамилия? Рядовой Карцев? Листовок у меня нет Была одна Да пока вы были в хате, я ей подтерся Не лезь, лейтенант Худо будет Листовок у меня нет, уж поверь А устраивать шмон ты права не имеешь Стреляны, знаем Есть у меня права Карцев, покажи ему карманы Иначе вместе по трибуналу пойдем Расход захотел, падла Одежу к осмотру Я тебе так скажу Здесь не зона И обыскивать я себе не дам А уж коль мы на передке И до завтра доживем навряд ли То угрожать мне без толку Ясно? Рыков, вы не имеете права Имею По закону военного времени Ну Костя Уступите ему Я прошу тебя, Карцев Ночь надвигается Фонарь качается Милитон ругается В ночную тьму А я немытая Дождем покрытая Стою забытая Стерься на углу! Ломаться и меня Ну ты, Костик, даешь Весь мой шнапс теперь твой Товарищи красноармейцы! Я младший лейтенант Рыков Особый отдел Приказываю всем Расстегнуть одежду И вывернуть карманы У кого будет найдена Немецкая листовка Пусть пеняет сам на себя Товарищ младший лейтенант Мы все собрали и сошли Я что неясно сказал? Одежу к осмотру! Это что? Письмо Какое письмо? Кому? От матери От какой еще матери? Я спрашиваю, где немецкие листовки? Под трибунал захотел У меня правда нет А у кого есть? Есть у... Субтитры создавал DimaTorzok Извини, командир Ей-богу, я эти листки на раскорку взял Да что ты мне объясняешь, что я не понимаю? Как будто эти листовки поганые кто-то читает Но сделать я ничего не могу Так по дурости По дурости так значит и ответит за свою дурость У нас впереди бой Каждый боец на счету И к тому же подумайте Какое будет моральное состояние красноармейцев После того, как их товарищи расстреляют Да ладно, ладно Ты тоже не перебирай На расстрел твой боец не накурил Да этот боец первым ворвался в деревню И врухопашную и сожил фашиста А тут бумажка Да не завязывайся ты в узел Я понял Да... Делаем так Моркова ты ему отдай Да подожди Да отдай, отдай Не связывайся, себе дороже А я посмотрю, когда знание пойдет И бойца твоему в обиду не дам Даю слово Все Да, напомню Кто там? Старший лейтенант Пригожий Насчет подкрепления в живой силе и артилеи Все? У них там ЧП Рядовой листовки немецкий припрятал Говорит, на закурку Расстреляли? Нет Почему? Ну что, удовлетворены старший лейтенант? Вы закончили? Политруп Да по этой характеристике Его не арестовывать, а награждать надо Встать Я бы на вашем месте этого не делал Это почему? Не могу гарантировать вам вашу безопасность У меня 80 человек Бойцов, только что побывавших в аду Под смертью И неизвестно, что кому придет в голову Когда они увидят спину человека Который ведет их товарища Коболю на расстрел Не тому угрожает старший лейтенант Соплей не распущу На выход Могут до темноты подождать Ну вот, началось Живей, живей! Живей, живей! Как вы? Да не очень Начальника твоего ранило Сильно Добре Ну я один, его не дотащу Хлопцы, мы не до вас повсты Подожди, Микола Я однажды Через поле Козу на себе клейку любил У нее роды тяжелые были А ты поди не больше весишь У меня вам не коза А кто? Кузел? Ну тише, тише Что смотрите? Всю жизнь о сыне мечтал А боженька у них только девиц давал Их у нас аж четыре Варька, Соня, Надя и Оленька А у тебя семья есть? Вы мне зубы не заговаривайте, арестованный Вот сейчас я отдышусь И мы с вами спокойно продолжим движение И не вздумайте пытаться бежать арестованный Чего? Хлопцы, так мы не до вас помстим И не Хлопцы! Не надо! Начинать заговариваться с тобой Думаю, помрет скоро Добре! Дурак ты Жизни хорошей не видел Вот и запудрили тебе мозги Что хорошо, что плохо, не понимаешь Да получше вас понимаю Да? Ну-ка там вперед Поддышался? Блащук! Отдыхай! Темнотое ждем Добре! Не спится? А почему вы не партия, старшой? Не подкован политически Не дорос Это вы-то и не доросли С высшим образованием А при чем здесь это? Иногда высшее образование мешает по-настоящему о людях думать И это, политрук Вы прекратите меня допрашивать Каждый у нас волен вступать в партию Или не вступать Дело добровольное, так ведь? Конечно, добровольное Может, на ты перейдем? Ну, если вы настаиваете То можно попробовать Хотя я бы не торопился Взял бы вот сначала спиток Вот таких вот занятых немцем деревень А там посмотрел бы Не доверяете мне? Что не так, Евгений Ильич? Знаете, я Ушел на фронт добровольцем в июне 41-го К стрельбе и грохоту привык сразу Нас на шахте еще не и так громыхало А вот с такой вот тишиной Ни с вы всем Обычно она не предвещает ничего хорошего Сами же говорили Немец ночью не воюет Как-то оно так Но для большинства бойцов Это вообще первая ночь на передовой Так что Самое время Пройтись по постам А, Ефим Борисович? Пойдемте Пусть натянут колючки И пост выстрелит Передачу сам поверю Остальные занимаются новобранцами Все, выполняй Разрешите, товарищ подполковник Слушаю Стемнело? Можем попробовать отправить людей И боеприпасы На помощь Пригожину Сразу же после немецкой атаки Думали, она скоро будет Тогда помощь будет не нужна Но если будет не нужна Значит, не будем отправлять Чего, Рябинин, волком смотришь? Да хочу понять, как так можно Мы же людей там на верную смерть оставляем Не дрейф, капитан Ты же хотел спросить Почему я людей на верную смерть отправил Так? Не спать, товарищи Не спать! Не спать! Я вот что думаю А если подмогу не пришлют Товарищ политрук Мы опять на авось? Отобьемся, не отобьемся? Скоро все придет В штабе обещали Товарищи, не спать! Не спать! И давайте бойцам раскисать Аганесян Трое суток Марса Плюс бессонная ночь Умаялся народ Знаю Только не спать, родные Должна быть нам подлога Должна! Плащук! Эээ! Микола! Заснул что ли? Вообще самое время идти Слышь, младший лейтенант Хочу, чтоб все соблюдали закон Че? Думайте, я не знаю Как меня проклинают и плюют вслед Сука Как он может? Совести у него нет А только совесть У всех разная Вы вот меня про семью спрашивали А нет у меня никого Беспризорник я, бывший И на своей шкуре испытал Как такие вот, как вы Совестливые Лишь не распнуть на равен Что? Вырос и узлобился на всех? Нет Но государство меня отмыло Отогрело Дало образование И поставило следить за соблюдением закона Следить Чтоб неотвратимость наказания была для всех Им не начихать, что про меня думают А не слишком ли вы пусть скотские Да пусть верину свои новые законы утвердили Всех через хребет переломали Вся власть у вас Хоть иди казните, хоть иди милуете Ты знал, что нельзя брать листовки Зачем взял? Ты нарушил закон Да у Дин хрен помирать А то глядишь, кого и прикрыл бы с собой его копия Закон для всех один Так расскажи мне По какому такому закону я тебя сейчас тащу? Я ведь не обязан, а? Закон, закон Да пусть закону мы все должны в гиене огненной гореть А там, там Мы только по милости Божией указаться сможем А, понятно А я уж тебя потерял Ну-ка, дай-ка Ну, как дела, братцы? Все хорошо, товарищ старший Сидите, сидите Порядок, товарищ старший лейтенант Встретим немцы, как полагается Вижу, что подготовились Только не тримайся, братцы Соловьем! Ну что, земелья? Сыканул? Сдал папашу? А? А ну прекратить, Карцев! В расход будьте, а сученок! Только попробуйте еще такое повторить А я что? Я ничего Вы не правы, Константин А с обид все равно бы у папаши эти листовки нашел Товарищ старший лейтенант Да Сколько нам жить осталось? Честно? Не знаю До утра доживем, хорошо Тогда можно я расскажу короткую историю? Жил-был в Москве В Мариной роще известный ворец и девист Костя Виталев По кличке Виталя Все про него знали Только поймать не могли Так вот, в прошлом году В мае Рядом с кинотеатром Уран Он вытащил кошелек у одного Зажиточного гражданина И мы с моим Одноклассником это видели Но Олежек и вступился Костя, как водится, сбежал А Олегу через неделю вечером Воткнули нож в бок И он чудом вышел Как думаете, товарищ старший лейтенант Может ваш звездной быть Вором-рецидивистом Да еще и находящимся Во всесоюзном розыске Да дело же не в том, что приказа на отход у меня нет И не в том, что удержать деревню Роди Пригожина Без усиления практически невозможно А в том, что потерять посланных туда людей и орудия Проще простого Вот тогда я окончательно обескровлю батальон Ты спросишь, какая цель у нас погибать в Овсяниках Так я тебе отвечу Я твоего пацана не резал Много чести с такой шелупунью связываться Ну вот когда в октябре 41-го в Москве паника началась Что, мол, немцы в городе Мы тогда несколько ювелиры хорошо обнесли И вот тогда нам легавые крепко на хвост сели Все разбежались, я туда-сюда Смотрю, ДК пятилетки Толпа мужиков Добровольцев Но я к ним затесался У одного олуха документики незаметно подрезал Смотрю Зовут так же Костик Но я золотишко-то припрятал и на фронт Думал, по дороге сбегу Так не поверите, мужики В четвертый месяц воюю Нравится Товарищ старший лейтенант В расход иду Суку Отставить, Басов В расход эту, суку, и все дела Отставить Товарищ старший лейтенант, его надо в расход Отставить, я сказал Не понимаю, откуда у нас это Что? Да вот это в расход, в расход В расход, слово-то какое придумали Как про дрова какие-то Мачихин, ты оглох Он же урка, урка он А я Ваня тоже не всегда был Колхозным щитоводом А кем ты был? А? Преподавателем философии В Ленинградской академии Ну, как тут у вас? Ночь признаний Присоединяйтесь, полетрук Тебе как звать-то? Алексей Ты знаешь, Леш Как улыбается твое дитя После того, как мамка Его сиськой покормила Подойдешь потихоньку к его люльке А он по сторонам глазенками елозит Губежками чего-то там безвычно шевелит И вдруг увидел тебя И улыбается Мы ведь вообще русские мало улыбаемся А тут дитя На тебя, дорогая Скотину, смотрит и улыбается Просто так Ни за что Не зная, кто ты Ему и все равно Подвиг ты совершил И любил кого Эта улыбка Как причастие Как что? Как прощение всех грехов Сынок Немцы Немцы Все, все Скажите, Мачихин А вы за что в своей жизни отвечали? Убежали от революции в деревню И там вели учет чужих дел и судиков На свою собственную жизнь, как сами сказали, вы просрали Что? Испугались слова в расход Спрятались, как крыса Я Россию люблю Берите, я защищать ее пошел Сразу, как только понадобился Не Россию, а Советский Союз А хоть Союз Союз Сколько лет вашему Союзу В России никуда не делась Тысячу лет была и будет Но почему мы так относимся друг к другу? Я Родину пошел защищать Все записались, ну и я тоже А нам присылают офицеры особого отдела с помощником А еды? Никто даже не подумал нам принести Хотя мы здесь почти сутки не ели Надо признать, немцы воюют отменно Вон, всю Европу сожрали и поперхнулись Но чтобы начать их бить Мы должны заставить их понять, что мы умеем не только отступать Но и стоять насмежно Субтитры создавал DimaTorzok А вы не задаетесь вопросом Где все жители этой деревни? А их здесь нет Их убили подальше от боевых действий Почему враги относятся к нам лучше, чем мы сами? И по долме автоматов угнали работать на немцев Прекрати Басов, иди сюда Ты, Костик, зря его пожалел Ваня, прекрати Басов Я сказал Я сказал, Ваня, прекрати Извини, старлей Надо было раньше вам сказать Ну, так уж вышло Что вы хотите? Ну, пойдем Я тебе покажу, что они с нашими сделали Вставай И последнее, капитан Неужели ты не понимаешь Что если немцы нас победят Они никого в живых не оставят Здесь человек 200 Вся деревня Господи 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 Господи, Господи... Господи, сколько здесь детей. Господи... 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 Так... Как ты делаешь? Господи... Уходи... Жили! Земли нахватим... Жили! 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 Вы... Жили! Жили! Жели! Жили! Жили! Господи... Живей! Отружай фашист! Не стыдно, не стыдно! Бьем гадину! Лапти! Лапти! Товарищ подполковник! Чего тебе, лейтенант? Немцы. Начали атаку на Овсяникова. Чтобы все наготове были, капитан. Чем черт не шутит, выбьет немец Пригожина и сходу на нас попрет. Так что всем подъем. Есть. За мной. Есть. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Товарищ старший лейтенант! Отходим! Отходим! Продолжение следует... 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 Давай. Ах! Не стреляйте! Не стреляйте! У меня не пробусы, ах! Не стреляйте! Не стреляйте! У меня не пробусы, ах! Не стреляйте! Не стреляйте! У меня не пробусы, ах! Не стреляйте! Не стреляйте! У меня не листывка! Не стреляйте! У меня не листывка! Не стреляйте! У меня не стреляйте! Это коммунист! Это коммунист! Офицер особенного отдела! Не стреляйте! У меня листилка с пропуском! Хочешь жить? А? Что говорите? У меня пропуск! У меня пропуск! Не стреляйте! Не стреляйте! Убей его! Что говорите? У меня пропуск! Не стреляйте! Хочешь жить? У меня листилка с пропуском! Стреляй! Ну же! Ты чего выйдешь сам? Ты чего? Ты чего? Стреляй! Ты чего? Я... 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 Дерьмо! Эти свиньи все одинаковые. Ничего страшного. В конце концов, мы научим их убивать друг друга. За мной! Чё грех отдыхать? Сварила всех, вот и пошло все вертно. А помни так провалился фашистский план. Потому что Рыков по ним с поля пулеметом врезал. И своим криком нас поднял. О-о-о! Почему Рыков? А что? Может быть это папаша? Вряд ли. Да если б не этот пулеметчик, нас б всех капусту покрошили, товарищ старший лейтенант. Да только хрен он. А не капыльстан. Чего это еще кого к нам ути? Глянь, не землят, ну не. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться. Немцы не планируют наступление. Они решили окопы минами завалить. А ну, повтори. Сигнал к обстрелу, красная ракета. Стих-бой. Опоздали. Не бой. Атака стихла. Все только начинается. Да кого вы слушаете? Этот орелик полчаса назад немцами восхищался. Я клянусь, я слышал, как немецкий офицер приказал сравнять окопы с землей. Я говорю по-немецки. Если это так, то сейчас они забросают нас минами. И через полчаса даже тот, кто из нас останется в живых, воевать будет не в состоянии. Если мы не отступим, фриц перебьет нас, не понеся ни единой потери. Есть приказ комбата взять и удерживать Овсянникова. Уйдем, нарушим приказ. Ваня, а сколько нас осталось? Тридцать два. Нельзя нам уходить, командир. Верно, нельзя. Но я в вашей жизни, как и свою, готов отдать только в обмен на фрицевские. А вот так, задаром, превращать свою роту в фарш я не позволю. Поэтому последний приказ будет мой. Политрук Зорин. Я. Сержант Лавров. Я. Выводите остатки роты к своим. Я, Басов, Карцев. Остаемся здесь прикрывать отход. И проверим. Не соврал ли мне сам? Позвольте, тогда и я останусь. Я бы тоже остался, командир. Я, Басов и Карцев. Остальным приказываю отходить. Гранаты вверху вставить. Но темпы... Давай, все готовы. Раз, раз! Закрылся. Закрылся номер два. Закрылся номер четыре. Отпущение 800 метров. Главное, господин офицер. Минометы к обстрелу готовы. Хорошо. Поторопитесь, Ефим Борисович. Удачи, старший лейтенант. Товарищ старший лейтенант. Гляди, чего у этого Брахиндея есть. А? Ничего так... Ядрёненькие. Шкварчит. Цигары. Родный... С вас тост. Ну, во-первых, спасибо, что вы со мной, братцы. А во-вторых, если Сомов не соврал, и вот этот наш последний бой... Все равно... За победу. Знал бы Прикуп и жил бы в Сочи. За фарт и за победу. А я ни о чём не жалею. Мамку бы обнять. Я обещал ей вернуться. А то заругает. За победу. А прав был мальтиши, заян. А прав был мальтиши, заян. А прав был мальтиши, заян. Не останавливаться, товарищи. Не останавливаться. Не останавливаться. Они же все разговоры. Играет музыка. 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 Девушки отдыхают. 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 Девушки отдыхают.